Молодые семьи едут в деревню, причем движет ими простой расчет. Мест в детских садах хватает, дети в безопасности, жить на селе проще и дешевле. Конечно, массовыми такие переезды не назовешь, но уже есть первые положительные примеры. Лариса Соловьева побывала в Елутровском районе и убедилась в этом. Хвастается теперь уже местная жительница Ольга Ульянова. Семья многодетная, трое ребятишек, старший сын уже в армии. Переехали в заводы Петровская 6 лет назад из Тюмени. Обычная история. В городской малосемейке большой семье стало тесно. Материнский капитал потратили на старый домик в деревне. Местные жители к новоселам отнеслись сначала с недоверием. Поначалу, например, к нам такое было отношение, что наехали какие-то тут. А потом вот бабульки у меня в основном сидят пожилые люди. Они же видят, что мы не пьющие, скажем так. Мы нормальный образ жизни ведем. Но городские оказались еще более деревенскими, чем многие. Занимаются огородом, держат кур. Вот две дойные козы, манюньки наши, кормилицы наши. И о своем решении ни разу не пожалели. Как сюда не ехать? Во-первых, в городе, например, проблема с детским садиком. Здесь у нас свободных мест очень много. В школе тоже, значит, классы небольшие. В этом плане очень удобно. Например, книги не надо покупать. Здесь все есть. Простой расчет заставил и эту семью переехать в деревню. Медведевы совсем молодые жители села. Год назад благоустроенный дом в Елутровске поменяли на старенький дом в заводе Петровском. В городе с детьми, тем более у нас многодетная семья, у нас четверо детей. Это становится уже достаточно сложно. Это постоянные разъезды одного в садик, другого в школу, третьего в училище. Мы решили в итоге в деревню переехать, потому что здесь все рядом. Планы у семьи амбициозные. Отремонтировать дом, перестроить стайки, завести хозяйство. Взяли еще землю в деревне и планируют строить козью ферму. Дети не против. Гулять где, в городе машины сбили. Вот, вот. В городе потеряться можно. А в деревне? То есть, Юр, тебе в деревне нравится? Да. Ну, хотя я не решил еще. Зато родители поняли. В деревне это, видать, как это все равно. У меня тоже есть родственники и с Урала, и с Иркутской области. И они все занимались именно сельским хозяйством. Передалось. Пока это не массовый побег молодых из городов, но таких семей становится все больше. Лариса Соловьева, Максим Плюхин. Тюменское время.